На страницах соцсетей областного центра крови практически все лето появляются объявления. Кустанайцев просят сдать кровь, причем любой группы и с любым резус-фактором. Это лето выдалось напряженным для этой службы, желающих стать донором очень мало. Я бы отметила, наверное, этот год, он немножко в этом плане особый, потому что именно в июле месяце особенно мы заметили, что со стороны медицинских организаций стало больше поступать заявок. Было больше травматичных ситуаций, травмы, падение с высоты. Было много тяжелых больных, которые нуждались в гемотрансфузиях. Традиционно лето – пора отпусков, поэтому постоянные доноры не всегда могут прийти в центр крови по первому звонку. Разъехались на каникулы и студенты, поэтому пригласить их на донацию также невозможно. Усугубляет ситуацию и установившаяся жаркая погода. Многие чувствуют себя нехорошо из-за перепадов атмосферного давления, поэтому также не приходят сдавать кровь. И в этом году еще как никогда, вот эти последние особенно два месяца, отмечалось именно в эту категорию больных, которые нуждаются в переливаниях, попадали люди, которые имеют редкую группу крови. Это резус отрицательный, это четвертая группа. Причем вот таких больных было не по одному, а работал закон парности. То есть есть один, обязательно будет второй, и еще бывало, что и три таких больных. Но назвать ситуацию критической, говорят, в областном центре крови нельзя, пока запросы от медицинских учреждений на компоненты крови удается закрывать. Тем не менее, любому человеку, решившему сдать кровь, здесь будут очень рады. Если он станет постоянным донором, то вдвойне. Мы решили выяснить, сколько времени занимает донация. Начинается процедура сдачи крови с заполнения вот такой вот анкеты донора. Много времени это не занимает. Затем ваши данные внесут в специальную базу. Здравствуйте. Следующий этап – это сдача крови из пальца. Здесь в лаборатории у вас определят группу крови и гемоглобин. Перед процедурой донации вас еще и обязательно угостят сладким чаем и печеньками. Финальный этап – это непосредственно сама донация. В целом вся процедура занимает не больше 15-20 минут. Приятным бонусом для доноров станет и справка освобождения от работы или учебы на два дня. Хамзан Друпиисов, Яна Галла, РТН.